Сегодня у нас 14 сентября 2021 год. Утро, вторник. Сейчас мы сели завтракать с Игнать Тихоновичем. Кот белый сразу уже знает, что рыбой пахнет. Сегодня у нас 14 сентября, понедельник. Какой понедельник? Вторник, вторник. Я уже сказал. Ну что у нас на завтрак? Все время в интернете спрашивают, как готовить эти лепешки. Людям видят, нравится. Лепешка вот такой толщины. Вот я поставлю 2 пальца. Практически 3 пальца толщина лепешки. До того она вкусная. Коротко можно было бы сказать. Еще тут мука, вода, еще что? Соль. Ну и сковородку я маслом смазываю. Все. Больше ничего нет. Слуб на рыбной воде. С чем тут? Рожки? Да, картошка, рожки. А это рыба. Свои караси. Вот пруды-то делаем. Запустили нынче карасей на Симаковске. Это голова отрезанная. Мы запустили, переселили до 1300 примерно. Решили узнать, есть или нет рыбы. Оказалось, есть. Бесплатно. Надежда Васильевна. Блин, идут. Вот масло сливочное. Масло местное, король, брали Густиново. Густиново делали. Помидоры здесь растут, которые в теплице, и другие растут на огороде. Так я люблю, которые под солнцем. Вчера пошел, сам нормально, а вновь лишь готовят. Вот оно. Я люблю картошку, это мелкая. Вот она, видно, какая она мелкая. Она не пропадает, не чищенная. Немцы говорят, совсем не чищите, ты правильно делаешь. Дальше. Творог со сметаной. Творог покупал? Или как? Я нет, это Надежда Васильевна давала. Ага. А, нет, 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 это Ирина Устинова дала бесплатно. Бесплатно дала. Вот. Спасет иногда, Володя. Сколько они платят тебе за день? За полдня? 250. 250. И плюс молоко, полтора литра, да? Да, когда литру, когда полтора. Картошка нарезана, надо. Сливочное масло. Своё. Виноград. Это у нас в огороде растет, а не в огороде, а в саду, в Варнауле. Ну, это мы поели, это не очень крупный, но хороший. Вот оно, это свой, без копейки. Растительное масло, это мне спонсоры помогают мукой. Для детей в лагере было. И сейчас, когда приезжаем, отдельно молоко. Мне, Володя, делает, это сказать, простокваша. Из своего молока. Коровы тут на лугах пасутся. Тут вообще. И там что ещё у тебя? Вот, растительное масло. Сметана. Вот так разобраться. Вчера, сегодня мы ни копейки не платили. За неделю, за месяц, может быть, ещё покупал, нет? Да, молоко-то я покупаю. Ну, молоко, а почему оно? 40 рублей литра. Вот 40 рублей литра. Спрашивают, как, что. Один раз покажешь, люди спрашивают. А здесь вот, нарезанные помидоры, мелко репчатый лук, растительное масло и соль. Четыре, ну, как, если я считаю это. А этот творог со сметаной. Володя так себе режет. Сейчас картошку пойдём копать. Вот и весь завтрак. С молитвой. А я каждый раз живу за столом. Володя сварит её готовая. Повторяю. Не смотрю, что карась такой. Её царской едой считали. У него специфический такой вкус. И очень хороший. Конечно, туда было много положено. Но зато сидишь за своим столом. Никому не втягивать. Тут ещё у тебя где-то каренда была. И сразу даётся, что арбуз. Покажи, там арбузы остались. На закуску каждый день. В обед, ужин. Вот уже столько семян накопилось. Ну, да я половину. Я уже половину высушил. Вот они лежат. Это у нас остатки сладкие. Ну, там ещё на огороде. Вот чё-то у меня сидит. На белой. Косточки ему дают. На них мясо остаётся. Вот деревне как надо жить. А в городе ещё один человек. Идёт в магазин. Тут у нас каждое утро было варёная кукуруза. Пощадка. 107. Пощадка привезла Ольга Николаевна Сашенко. Сказал, как-то она тоже приехала на машине. Километров 70. Вообще. Я говорю, я тебе не просил. Не надо. Нет, нет. Вы сказали. Любите. А какая-то ещё садатана и она стала нападать. Она поторопилась. Как можно жить? А вода какая? С чем у тебя заварка? Я даже не знаю, с чем она у меня. С травой какой-то. И свои компот. И всё есть. Ну, пожалуйста, блины. Сколько, прикинь, на столовой или на ресторанную еду? Во что это обойдётся? А люди смотрят, некоторые, как легко у вас всё достаётся. А другие, наоборот. Когда они посмотрят, жрут и жрут. А тут подойдёшь в пустой холодильник, но он одной тоже смотрится. Вот она. Мне всего этого. Нет ничего, чтобы было против здоровья моего. Ешь спокойно. На работу. А арбузы какие у Володина Расслиныш. Вот такие вот арбузы огромные. Режем пополам на двоих. Никого больше нет. Ну и 2,2 доешь его только. Эта еда, конечно, занимает какое-то место в жизни человека. Но и она сегодня вызывает у людей недовольство. Да при том, болеют-то. Что там? Разные модикации там добавляют чего-то. Вот посмотрите. Есть там Кадий на базаре. Это у мусульман. Кадий – это судья. Он берёт хлеб. Свежий? Свежий. Откусил. А ещё он. Ну там высший сорт мука. У тебя добавка здесь просто там горох. Наказать его. За уши прибить к воротам базара. Вот как смотрят за этим делом. Он отчёт продаёт. Особый указ такой, что молоко было натурально. А почему там нет натурального? Из чего на этот порошок? Что туда натолкали? Как раньше было в ВХС. Приходит, а нам продавщица, видно, меняется. И написала Тамара, молоко не развади. Я вчера уже развела его. Воды. Половину нальют. И водку со мной. Когда я был в заключении, за слово Божие это. И там сидела целая партия их. Женщин, мужчина их оставляла. Там три кавказца каких-то. Они бутылки распечатывали, водой разбавляли. А пьяницу разоболочили. И говорит, выпивни, голова не кружится. Ну там-то хорошее дело делали. Они всё-таки людей сохраняли. Весёлые такие мужики. На сути возили их там. И, конечно, осудят их. Вот и всё. В сентябре мы имеем всё это необходимое. Ну вот так вот. Слава Богу за всё. Мы сейчас у 20 минут восьмой уже. Теперь мы завтракать сели в 7 часов. Местоописания напоминающие. Чтоб не забывали о Слове Господнем. Это вот всё везде. Что, как в Слове Библии написано, пишите на косяках дома. «По проспятия Господа нашего Иисуса Христа». Иконы. «Поспятия Господа». Вот так. Вот так. Везде всё. То, что в Слове Божьем четко выделяется всё. Слава Богу за всё. Аллилуйя.